В конец 90-х, ну как бы начало 2000-х, изнаменовалось большой-большой прогресс, проект, который был такой же, как геном, это Human Brain, то есть это нейробиологически большой-большой проект, который начал исследовать мозг. В настоящее время внимание российского общества обращают на все возрастающую потребность в исследованиях направлений диагностики и сопровождения нарушения аутистического спектра. Знакомит с самыми актуальными исследованиями в контексте мировых тенденций. Сейчас со стороны управления образованием мы, со своей стороны, максимально стараемся в эту проблему вникнуть. На сегодняшний день у нас уже в 12 школах есть инклюзивные или же ресурсные классы для детей с аутизмом. В 16 детских садах у нас функционирует 24 группы для детей с аутизмом. Мы движемся в направлении не только принятия людей с инвалидностью, но и организации такого пространства в образовательной, социальной, профессиональной среде, где дети-инвалиды могут учиться и общаться на равных. Целью данного круглого стола было обсуждение путей к комплексному сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра в Республике Татарстан. Сама занимаюсь с детьми с такими, сама являюсь мамой такого ребенка. В общем, аутизм – это моя жизнь, моя профессия и то, в чем я, ну, смею надеяться, неплохо разбираюсь. Казанский федеральный университет занимается проблемой детского аутизма в глобальном смысле. Напомним, что по инициативе ректора Ильшата Гафурова осенью был открыт детский сад «Мы вместе». В нем созданы все условия для социализации, психологической и педагогической поддержки и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова